Свои рейтинги выдают и достаточно известные всеукраинские социологические службы и куда менее раскрученные местные. Иногда результаты соцопросов по-настоящему удивляют. Так, служба «Аргумент» в своем рейтинге поддержки кандидатов на выборах одесского городского головы на первое место поставила представительницу ОПЗЖ Татьяну Плачкову. При этом оппозиционеры на самом деле даже не определились с кандидатурой. За Плачковой идет нынешний мэр Геннадий Труханов с отставанием почти 2%. Третий – почетный гражданин Одессы, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов. Киевская социологическая группа «Рейтинг» называет лидером опроса Геннадия Труханова, который якобы опережает конкурентов с огромным отрывом. Второй – реформатор Саакашвили, третий – Сергей Кивалов. Татьяны Плачковой здесь нет даже в первой пятерке, которую замыкают ресторатор Алексей Леонов и телеведущий Дмитрий Спивак. Киевский институт реформ и развития провел свой соцопрос. Здесь вновь в лидерах нардеп от АПЗЖ, но уже Вадим Рабинович. Более чем на 3% отстает Геннадий Труханов, Алексей Леонов – третий, Саакашвили – четвертый, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов – пятый. Также эта соцслужба опубликовала любопытные данные относительно второго тура выборов. Из лидеров Геннадий Труханов обходит лишь Михаила Саакашвили, с большим отрывом проигрывая и Вадиму Рабиновичу, и Алексею Леонову. Подводя итог, следует отметить, что замеры рейтингов, проведенных разными агентствами, разнятся, мягко говоря, кардинально. Это указывает на определенную лояльность к тому или иному кандидату. При этом важно отметить, что даже ангажированные соцслужбы редко, когда решаются вообще не включать вопрос рейтинговых конкурентов своего заказчика. Они стараются занизить уровень поддержки того или иного кандидата. Поэтому даже такая социология говорит о тенденциях. Например, четко видно, что среди лидеров предвыборной гонки в Одессе будут мэр города Геннадий Труханов, Вадим Рабинович, лидер украинской морской партии Сергей Кивалов, возможно, Алексей Леонов и Михаил Саакашвили. А вот кто из них обретет наибольшее доверие в глазах одесситов покажут уже сами выборы.